Ребят, чехол очень важная история для гриля, неважно газ, угольный. Обратите внимание, сколько льда, наледи и снега у меня остается на нем. Если бы не было чехла, то весь этот снег, превращаясь в воду при оттайке, он попадал бы в места соединения гриля. Это скорее касается, больше газа у всех этих ручек, но тем не менее это не только чистота гриля, удобство сразу начать готовки, но еще вот эти личные объединения всего. Поэтому летом пыль, зимой это как раз та самая наледь, которая убирается в одно движение. Гриль у нас полностью готов к работе, чистая поверхность, поэтому не скупитесь на эту историю. Чехол для гриля это очень важно. Доброе утро! Рад приветствовать вас на youtube канале запахло жареным, на улице стабильно минус 10. Сегодня будет очень быстрый простой рецепт, такой который не требует длительного нахождения на улице, ну просто чтобы не замерзнуть. Готовить будем на газовом гриле, сегодня у нас карри. Карри простой, базовый, я не буду смешивать большое количество ингредиентов, купленных заранее где-то на рынке, я буду использовать готовую пасту. Есть такие рецепты, над которыми хочется долго углубляться, ну а есть такие, которые радуют тебя по вкусу, но готовятся очень быстро, поэтому я не вижу абсолютно ничего плохого в том, чтобы купить классную пасту, которую заранее сделали для тебя и она будет очень вкусная. Карри очень интересная история, мне кажется рис лучший друг этого блюда и рыба курица, поэтому сегодня у нас именно в таком исполнении все и будет. У меня есть немного риса заранее сваренного, добавлю его в конце и у меня есть классный тунец. Тунец можно легко заменить на любую другую рыбу, белую, красную, все дело вкуса. Сама паста карри это такая смесь одни, одни из моих любимых специй азиатских. Это и лайм, безусловно, и лемонграсс, и куркума, и галангал. Вот здесь все это присутствует, поэтому каждый раз, когда ты нюхаешь это блюдо, ты когда ощущаешь вот эти вот витающие ароматы около тебя, невольно появляется улыбка, потому что это достаточно интересные вкусные специи. Скажу, что в составе этой пасты карри лук-шалот, чеснок, красный перец чили сушеный, лемонграсс, листья лайма, галангал, корица, мускатный орех, тмин, кориандр, куркума. Я думаю, что перечисление этих слов должно вызвать у вас обильное слюноотделение, как, собственно говоря, происходит у меня. Все, что нам потребуется сегодня, это вот минимум, это кокосовое молоко, это помидоры черри, это тунец, это сама паста, соль, перец и немножко оливкового масла. Вот весь этот минимальный базовый набор, пусть и, конечно, не всегда доступный в магазине около дома, дает вам совершенно чумовую историю. Нарезаем помидоры черри. Я уже установил голландскую печь, можно использовать какую-то большую чугунную сковородку, то есть на самом деле здесь она совсем не обязательно, просто мне нравится ее объем. Включаем огонь, открываем вентиль газа, боковые горелки ставлю на минимум, центральную горелку на максимум. Для прогрева голландской печи и вообще, когда на улице идет такая температура, минус 10, я думаю, что потребуется для гриля минут 15 примерно, вот для того, чтобы хорошенько раскалиться и прогреться. Давай будем обжаривать помидоры. Самое главное, как вы помните, при обжарке мяса или рыбы, это убрать лишнюю влагу. Нам нужно, чтобы у нас не тушился, не варился, наш продукт ожарился. Для этого все вот это вот лишнее мы промахиваем бумажным либо вафельным полотенцем. Не стоит сразу заливать кокосовое молоко. Помните, обжарка дает всегда вкус. Так же, как томатная паста. Добавляем молоко. В одной банке 400 миллилитров, обратите внимание, поэтому добавим еще 100 и другой. Тщательно все перемешиваем, чтобы наша паста смешалась с молоком. Я сейчас буду обжаривать рыбу, а то нет, как вы знаете, нужно ей слабые прожарки, но в то же время я не хочу, чтобы он у нас просто здесь сварился. Поэтому я сейчас длину голландскую печь в бок. Нам сейчас огонь нужен совсем минимальный, под ней, потому что уже все, сейчас будет только настаиваться. Поэтому эту горелку выключаю. Эту горелку выключаю, то есть фактически здесь никакого жара нет. У нас голландская печь стоит на непрямом жаре. А вот эту горелку из Sear Station я включаю на максимум. Вот здесь как раз мы сейчас обжарим рыбу. Вот как раз, когда вы задаете вопрос, Паш, ну а вот какое количество горелок необходимо, какое мне позволит готовить разнообразные блюда. Минимум нужно остановиться на трех горелках основных, но если есть Sear Station, здорово. Если нет, ну поставьте себе цель, может быть, следующий гриль, чтобы она была. Потому что если бы было две горелки, нам было бы крайне сложно в таком небольшом объеме как-то сдвинуть голландскую печь. У нас был бы, конечно, не прямой жар, но несколько условный. Когда у вас большая поверхность, и вы действительно одну горелку оставляете, а другие выключаете, вот тут уже стопроцентно непрямой жар. Поэтому минимум, минимум в Генезис тремя горелками я бы рекомендовал вот как первый гриль при наличии финансов, конечно же, себе приобрести. Очень круто. И кислинка есть, и сладость. Может быть, немного соли не хватает, но это добавим с тобой в конце. Рыбка. Если мы прямо сейчас положим рыбу на гриль, то она может прилипнуть, то что нет, достаточно постная история вот в данной вариации. Поэтому я смажу сейчас небольшим количеством масла. Долго готовить онца нет смысла, я не хочу, чтобы он пережарился. Поэтому мне нужно, чтобы создалась только корочка, потом режем на крупные бруски и кладем в наш карик. То есть, это буквально минут пять. Нам необходимы вот эти вспышки пламени. Ну, во-первых, мы готовим с вами на барбекю, и может сложиться ложное представление о том, что мир гриль это интересно. Ну, поставил голландскую печь и готовится там кокосовое молоко. Нет, видите, мы обжариваем рыбку с языками пламени для того, чтобы она набрала все-таки вкуса барбекю. И когда мы положим ее потом сюда, в голландскую печь, конечно же, наш бульон обогатится этим вкусом. Поэтому важно, чтобы... Так, рыба пока у нас не отходит. Дадим ей еще немного времени. Запомните, это самое главное правило. Если у вас не отходит мясо, рыба от решетки, не рвите, не ломайте, пусть еще немножко полежит. Идет процесс денатурации белка, мясо сейчас будет отходить само. Так, рыба немного прилипла, но не страшно. Держим еще примерно минуты две с этой стороны и перекладываем в карри. А я пока пойду домой за рисом и лепешкой. Все, достаем рыбку, она у нас слабой прожарки, ну прям рэр. И перекладываем в карри. Вообще, это блюдо, мне кажется, не про рыбу, не про курицу, а именно про соус. Мексиканские лепешки пшеничные. Идеальная история, шурму дома готовить. Ну, либо, как сегодня у нас, для карри, для риса тоже хорошо подойдет. Миш, рано я тебе сказал, давай выключим гриль. Лепешку надо обжарить ведь, поэтому включил горелку, положил сюда. А пока давай с тобой возьмем карри. У меня будет такая небольшая порция сейчас, дегустационная. О, густой какой. Так, два кусочка рыбы. Как я тебе говорил, из дома взял немного риса. Украсим небольшим количеством зелени. У меня кинза. Заметь, не петрушка, кинза, потому что кинза очень часто встречается вот именно в азиатской культуре. Сверху также добавим небольшое количество соли. Совсем чуть-чуть. На морозе. Минус 10. Горячая еда. Вкусное карри. Вместе с рисом, кинзой, тунцом. Идеальная история. Ну, это очень вкусно, правда. Очень вкусно. И самое главное, тунец у нас остался внутри сырой. В коем случае, не серый. Это праздник какой-то. Очень вкусно. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!